Солнце, пляж, теплая вода На протяжке и воду Борового организованы спасательные посты с персоналом, то есть спасателем, обученными, которые проходили соответствующее обучение в Нижнем Новгороде, в учебном центре при МЧС и медперсонал. Пляжи работают на протяжке с 9 утра до 9 вечера, то есть и спасательный пост там работает в это время, а с детства мы находимся с 10 утра до 8 вечера. Купаться спасатели рекомендуют в солнечно-безветренную погоду, когда температура воды достигает плюс 20, а воздуха 25 градусов тепла. В воде можно находиться не более 10-15 минут. Заходить в воду следует постепенно. Не стоит купаться при плохом самочувствии, а в состоянии алкогольного опьянения и вовсе запрещено. Источник тех несчастных случаев это 90% неправильного поведения около воды. Наибольшая часть из этих 90% это употребление спиртных напитков, когда у людей немножко притупляется чувство осторожности. Если вы заплыли далеко от берега и чувствуете, что силы покидают вас, то первое и самое главное, что нужно сделать – успокоиться и не паниковать. Чтобы удержаться на воде, наберите в легкие воздуха, задержите его и медленно выдыхайте. Если ногу свело судорогой, на секунду погрузитесь в голову в воду, распрямите ногу и сильно потяните на себя ступню с большой палец. Кстати, в этом случае поможет и обычная булавка. Ее можно закрепить на купальнике или плавках. Человек по своей сущности, он имеет плотность гораздо меньше, нежели плотность воды. То есть он сам по себе не утонет. Но чтобы утонуть, надо приложить какие-то усилия. А именно запаниковать, напить воды, набрать в тело и тогда человек будет утонуть или обессилить. Если вы заметили утонущего человека, прежде чем попытаться оказать помощь, постарайтесь привлечь внимание других отдыхающих и спасателей. Не рассчитав свои силы и попытавшись в одиночку помочь утопающему, вы сами можете оказаться на его месте. Когда он будет бороться за свою жизнь, он сделает все, что угодно, чтобы самому спастись и совершенно наплевать на вас, с каким бы намерением вы ни шли. Первое дело, самое главное, надо избежать этих смертельных захватов, когда человек вас использует в качестве опоры. Он просто хватается за вас, как за соломинку, но при этом хватается, как будто хватается за бревно весом в тонну. То есть держит достаточно крепко и, поверьте, усилия у него очень большие. Лучшим решением будет взять с собой надувной круг или матрас. Если под рукой ничего не оказалось и вам приходится рассчитывать только на себя, то подплывайте к утопающему со стороны спины и, захватив под руку за волос или голову, буксируйте к берегу. Во время буксировки нужно поддерживать голову пострадавшего на поверхности воды, максимально запрокинув ее. На берегу необходимо вызвать скорую и попытаться оказать доврачебную помощь. Но, как показывает практика, в большинстве случаев подобных ситуаций можно избежать. Все-таки кто-то должен на берегу смотреть. За детками, да даже за нашими друзьями. Мы приехали все вместе покупаться. Ну, пускай один посмотрит за всем. Как говорится, голову посчитает. Взрослым надо, конечно, проверять дно акватории, где вы покупаетесь, особенно если вы это место незнакомые. То есть не надо сломя голову нырять рыбкой, даже если вам там что-то кажется, что вы знаете. Даже если вы знаете, лучше зайдите, проверьте ногами. Ничего там не появилось постороннего. Вроде не должно быть. Но в жизни бывает всякое. Если вы увидели тонущего человека, а сами не в силах оказать ему помощь, немедленно звоните по номеру 112 или в Саровский аварийно-спасательный отряд 706-00. До встречи субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова